Всем всего! Сегодняшняя история пойдет о польской компании CD Projekt. Да-да, именно CD Projekt, а не CD Projekt. Одна из самых больших независимых студий, но перед тем как мы начнем, что вы знаете о инди-разработчиках? В последнее время этот, если можно так выразиться, термин немного исказился. Еще лет 5-6 назад инди-разработчиками были те люди, которые делали игру не думая о деньгах, они думали о своей идее и о том, как ее реализовать. Но сейчас, сейчас инди-это, к примеру, No Man's Sky. Как вам? А я хочу вас познакомить с настоящей инди-игрой, Empirious Fighter. Игра, которая выглядит как Mighty Final Fight, что уже вызывает лично у меня интерес, потому что это была одной из моих любимых игр в детстве. При этом это не просто бездумный бет-эмап, это еще тяжеловесное RPG. Автор игры нацелен сделать все примерно как было в Diablo 2. При этом при всем игра будет без доната. Как вам такое? Настоящая инди, где идеи стоят выше, чем прибыль. Ссылка на сайт проекта в описании, также вы найдете ссылку на группу ВК, где можно будет следить за новостями, связанной с этой игрой. А сейчас вернемся уже к тяжеловесным гигантам из мира инди-студий. Да, CD проект тоже инди, большая независимая студия. Но она не всегда была такой. Да и не была она изначально студией разработки, но обо всем по порядку. И кстати, говоря CD проект, я подразумеваю все. То есть и студии разработки CD проект Red, и издательство, и даже GOG.com. Так будет гораздо проще для восприятия. Как и все самые прекрасные в СНГ, CD проект начала с пиратства. Да, я знаю, что Польша не входит в СНГ, но параллель напрашивается. Большинство компаний, которые начали свой путь в 90-е, начали его с пиратства. Хотя с точки зрения законодательства, пиратства на тот момент не существовало. Просто потому, что не было закона об авторском праве. В Польше это продлилось вплоть до 94-го года. И фактически сама компания была основана в 94-м году, хотя по факту существовала с 88-го. Люди всегда любили развлечения и даже готовы за них платить. Но иногда нет возможности просто заполучить их, даже если вы готовы отдать свои кровные. И тут на сцену выходит Марч Невинский, один из основателей CD проект. Он начал свой путь так называемым свапером. Он вовремя подсуетился и связался с человеком из Греции, который раз в неделю в две отсылал ему новые игры, которые в то время записывались на простые кассеты. Поначалу Марчин отсылал ему две пустых болванки. Этот парень возвращал ему одну, но уже с игрой. Марчин делал дубликаты и шел на рынок Европы. И постепенно Марчин начал наращивать количество игр, но он работал не один, а с Михаилом Кичинским. Михаил Кичинский тоже продавал игры на рынке. Но сваперство постепенно переросло в нечто большее. И всему этому виной был интернет. Марчин уже не пользовался почтой, а просто скачал необходимые игры через интернет, а уже затем записывал их на кассеты и распространял. Такой бизнес существовал бы и дальше, но случилось две вещи, которые изменили правила игры. Первое это то, что появились игры на CD-дисках. Сейчас это звучит как-то странно, мол, CD-диски? Фи! Но тогда это был ад. Причем ад для многих. Начнем с того, что CD-привод стоил немало, а если быть немножко точнее, то средняя зарплата за неделю. То есть нужно было бы пахать неделю и только потом купить себе CD-ром, при этом не тратясь на еду и прочее. Но это была не самая значимая проблема. Серьезнее было то, что сами диски стоили дорого, и причиной этому был тот факт, что производили их не везде. К примеру, хлопья-дискеты производились и в самой Польше, поэтому они были доступны. А вот CD-диски закупались в основном из США. А значит и цена была высокой. Но с прогрессом не поспоришь. Михаил и Марчин решили закупать игры прямо из США, но не у официальных издателей, а у людей, которые занимались в основном продажей контента с эротическим содержанием. Но это никак не сказалось на парнях, они продолжили и дальше заниматься играми. Они закупали большое количество копий, штук по сто, меняли упаковку, чтобы на ней было все написано на польском, снабжали игру хорошим руководством на польском языке и отправляли на рынок. Но уже тогда у них было желание не только переводить упаковку, но еще и саму игру, чтобы люди играли в игры на их равном языке. А вот второе обстоятельство, которое повлияло на еще неофициальную кампанию, было то, что наступил 1994 год, а вслед за ним и закон об авторском праве. Конечно, они могли и дальше заниматься тем же самым, но уже тогда они бы нарушали закон, и о больших доходах не шло бы и речи. Да и вообще о нормальной работе можно было бы забыть. Поэтому они основали компанию CD Projekt SP. Сейчас эта кампания носит немного другое название. В общем, они официально зарегистрировали себя как издательство. Но вместе с тем пришлось искать официальных партнеров. Также им не давало покоя идея о полной локализации игр. Первая игра, которая была полностью локализована на польский язык, Ace Ventura. Возможно, они могли бы взять что-то помощнее, но и это было не так просто. Все же первый опыт. Тем более, это был своего рода эксперимент. Почти весь рынок в Польше не видел никакого смысла в локализациях. Это дорого, а рынок маленький. Но вот CD Projekt думали, что рынок потому и маленький, что нет игр на польском языке. Как никак не все поляки знают английский, особенно в те времена. И как это ни странно, они были правы. Если раньше они продавали игры с сотнями копий, то после этого они начали продавать их тысячами. Но все это по факту мелкая рыбка, а им хотелось найти контракт посерьезнее. Они заключили контракт с Interplay и они могли издавать Dengeon Keeper, но переговоры зашли в тупик. Но вот по итогу им вручили Baldur's Gate. И это был на тот момент их самый значимый контракт, с количеством копий в три тысячи штук. Но самое страшное то, что весь риск брал на себя CD Projekt. CD Projekt подошли к этому делу крайне серьезно. Они наняли знаменитых польских актеров на озвучку, нашпиговали коробку разными ништяками, простите за мой сленг. Также они договорились с магазинами и прочими оптовиками. Но при этом у них было стойкое ощущение, что у них ничего не выйдет. Но на момент начала выгрузки копий страх улетучился. О чем говорить, если была по факту драка за возможность забрать первую партию? Утром была очередь этих оптовиков. И они на самом деле... Был кулачный бой за то, кто получит первую партию. На момент старта продаж уже был заказ на 18 тысяч копий, а в течение года было реализовано 50 тысяч. И этот успех стал основополагающим для CD Projekt. Но постоянно выступать как локализаторы и издатели было нереально. Марчин понимал, что они подготовили рынок, и большие компании увидели, что в Польше покупают игры. Поэтому приход больших издателей был не за горами. Нужно было диверифицировать компанию. И тем самым заняться чем-то еще. Но при этом не прекращать издавать игры. И тогда им подвернулась возможность. А возможность заключалась в том, что они уже неплохо общались с Interplay. А на тот момент Interplay разрабатывала консольный эксклюзив Baldur's Gate Dark Alliance. И CD Projekt предложили им сделать порт на ПК. На что Interplay ответили им, что у них нет ресурсов на это. Но если CD Projekt хотят, пусть делают. Таким образом они заполучили PS2 DevKit и исходный код игры. Началась подготовка к работе, но тут у Interplay начались трудности. Контракт еще не был подписан, что было хорошо для CD Projekt. И получилось так, что все отменилось. Но у парней остался PS2 DevKit. Но самое главное, появилось желание делать что-то свое. Практически сразу после этого начали посещать мысли о своем проекте. Но перед тем, как начать разрабатывать что-то свое с нуля, они решили посмотреть на возможность покупки какой-либо лицензии. В конечном счете выбор пал на книжную серию Ведьмака. Важно понимать, что на тот момент на Западе эта серия книг и вселенная в целом не была настолько популярна, как в Восточной Европе. Поэтому это не была попытка урвать громкое имя. Нет. Просто так получилось, что практически всем студии нравилась эта вселенная. Небольшой, как мне кажется, забавный факт. Интересно то, что сейчас игра приносит миллионы долларов. До сих пор приносит. Она чрезвычайно популярна, но на момент покупки лицензии все было не так. Поэтому цена этой лицензии была всего 9,5 тысяч долларов. Есть лицензия на огранизацию Ведьмака. Есть небольшое количество денег, но нет технологий. Поэтому Марчин поехал в Эдминтон. Он решил рискнуть и попросить у Байвер лицензию на их движок Аврора Энджин. К его удивлению они дали добро. Марчин вернулся назад и работа закипела. Уже через год они полетели на Е3, чтобы показать свою работу канадским врачам. И как это ни странно, врачам понравилась игра. Причем настолько, что они предложили им небольшое место на их стенде. И вот так выглядел Ведьмак в 2004 году. Но сразу после Е3 начались трудности. Марчина предупредили, что нужно постоянно заниматься HR. То есть искать новых сотрудников. Но как обычно люди не слушают, когда им говорят о своих шишках. Потому что никто не умеет учиться на чужих ошибках. И вот такая же беда стритлась в CD Projekt. Изначально игру планировали закончить командой в 20 человек. Но по итогу, во время релиза, команда состояла уже более чем из 80 сотрудников. Вообще история Ведьмака куда глубже. Как минимум история второй части. Но я делаю историю успеха компании. О самих играх как-нибудь в другой раз поговорим. Но вкратце я пройдусь по ним. Первая часть пусть и была чрезвычайно амбициозна для них. Но они справились. Оценки были положительные. Продажи неплохие. Поэтому на вторую часть были возложены серьезные надежды. А скорее снова эти пресловутые амбиции. Они отказались от уже старой технологии от Bioware. И решили разработать свою. Ведьмак 2 вышел куда красивее, нежели первая часть. Как минимум с точки зрения технологий. При этом он вышел еще на Xbox 360. Сейчас выходом игры на консоли мало кого удивишь. Но в то время это было куда сложнее. Хотя справедливости ради стоит отметить, что выход был не в том же году. Поэтому у них было время на шлифовку. Ведьмак 2 был не так тепло встречен фанатами книг, как первая часть. Но вот критики и простые игроки были практически в восторге. Также продажи были достаточно неплохими. Лучше чем первой части. Поэтому дела компании шли в гору. Хотя до выхода самой игры были серьезные проблемы. Вообще CD Projekt любит ходить по лезвию. Они всегда возлагают на себя слишком большие, опять-таки, амбиции. Из-за чего становится страшно за них. Ведь CD Projekt одна из немногих студий. Которая действительно любит игры. Но главное любят игроков. Уважают их. Это как минимум проявляется их отношению к пиратству. Пока все у них получается. И те амбиции, которые на себя возлагают, они оправдывают. Но все же страшно как-то. И перед тем, как мы затронем Ведьмак 3 и Cyberpunk 2077, давайте рассмотрим кое-что еще. Ведь они уже в далеком 2000 году поняли, что нужно диверифицировать компанию. И сейчас посмотрим на плоды этих решений. Первое и самое важное это CD Projekt Red. Это студия разработки игр. Тут даже многого и не скажешь. Вы сами знаете, что они делают. Далее по списку GOG. Good Old Games. Раньше они занимались тем, что выпускали и адаптировали старые игры. Но сейчас это сервис, который занимается продажей игр и фильмов. Его конечно можно сравнить со Steam, но не стоит. Тут главное это идея сервиса. Все, что на нем есть без DRM. Что само по себе рискованно для издателей и разработчиков. Поэтому на это идут немногие. И самое важное это CD Projekt. Хотя сейчас он носит немного другое название. CDP. Это сайт. По факту это дистрибьютор. Но только в Польше. И там нет цифровых товаров. Там есть фильмы, игры, консоли и много чего еще. Но самое важное это то, что это по факту то, с чего они начинали. Конечно масштабы уже крупнее. Но это никак не сравнится с тем, во что превратился GOG и CD Projekt Red. И сложно поверить в то, что именно с этого все началось. Но вернемся к Ведьмаку. Ведьмак 3. Я уже устал от этого слова, но оно еще будет звучать. Амбиции. Складывается ощущение, что эти сумасшедшие поляки все время играют ва-банк и выигрывают. Но это не везение, это труд и отношение к делу. Отношение к игрокам тоже немаловажный факт. Они демонстрируют и даже пару раз открыто говорили, что им не особо важно купил человек игру или спиратил. Не потому что они там бесятся жиру. Нет, они просто понимают, что деньги есть не всегда. И бегать с дубиной за геймером, который спиратил игру, они не собираются. Или же даже использовать какие-либо средства защиты. А если этому пирату понравится игра, он ее рано или поздно купит. Он видит, как к нему относятся и будет относиться точно так же в ответ. Вот что-то меня не туда понесло. Ах. Говорить о Ведьмаке 3 сложно. Ну, лично мне. Я могу говорить о нем либо очень долго, либо никак. Я не хочу растекаться по древу и делать ролик длиной в 3 часа, поэтому давайте я как-то постараюсь все-таки вкратце. Ведьмак 3 разрабатывался долго. Разрабатывался мучительно. И опять-таки поляки пошли ва-банк. Достаточно посмотреть на Марчина, до начала работы и после кранча. Бюджет игры более 70 миллионов долларов. А принесла она куда больше. Оценки положительные и тут важно то, что они вряд ли купленные. А даже если какому-нибудь Антону занесли денег, то хвалить игру несложно. И даже врать не нужно. Игра хороша, я бы даже сказал, что она прекрасна. И казалось бы, это пик. Можно делать игры подобного уровня и вроде все, успех. Но нет, им этого мало. Они снова возлагают на себя какие-то амбиции. Cyberpunk 2077 покажут уже в этом году на Е3. По словам Адама Кичинского, это самая амбициозная игра. Вы представляете, что там должно быть такого? Конечно, можно было бы начать спекулировать, но я этого делать не буду. Поэтому сухие факты и одна догадка. Игру разрабатывают на 100 человек больше, чем третьего Ведьмака. По словам Адама, она больше Ведьмака. И должна выйти в 2019 году. Но это вот небольшая догадка. Потому что все это было взято из прошлогоднего отчета перед акционерами. Если все подытожить, то эти люди странные. Так никто не делает в индустрии. Практически никто. Они с каждым разом берут новую планку. К примеру, посмотрите на трилогию о Шепарде. Мало изменений, да? И это не разработчики виноваты, а издатель, который все время торопит. А CD Projekt избавились от издателей еще после выхода Ведьмака 2. Поэтому творят, что хотят. Они начали свой путь, как пираты. А сейчас эта студия одна из самых больших в Европе. Путь, проделанный ими, это нечто монструозное. Бесконечный труд. И при этом, желание не просто делать немножко лучше, а совершать настоящие прорывы. Что ж, а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на Твич. А если вам уж очень понравилось видео, то оставьте любой комментарий. Таким образом, вы поможете мне продвинуть этот ролик и, соответственно, канал. Что ж, а на этом уж точно все. И всем всего. Субтитры создавал DimaTorzok